Вы смотрите изначально уже, имея какое-то мнение обо мне, и вам кажется, что вот я именно это говорю, и вы не смотрите даже на мои слова. Вы сами делаете какие-то заявления, и потом сами же их опровергаете. Но это не я вам это сказал. Я еще раз. Мансур Алдынский напишет, что было при независимой Ичкерии и что есть сейчас в оккупированной Чечне. Я этот комментарий привел, потому что он мне понравился, он очень хорошо написал. Чеченская республика Ичкерия. Вода была бесплатной, электричество было бесплатным, газ был бесплатным, налоги полностью были отменены, был только закат. Закат это 2,5% от дохода, то есть это только для богатых людей, у которых есть там определенный капитал. Свобода слова зашкаливала, все мыслимые и немыслимые барьеры, все могли поносить и оскорблять президента и так далее. «Попробуй скажи что-нибудь про Кадырова сегодня, были и свои минусы, была преступность, но преступность существует во всех государствах, а что сегодня она уменьшилась в Чечне». Вот он абсолютно прав по поводу свободы слова, действительно, она просто зашкаливала, даже, наверное, это можно порицать, то, что тогда происходило, потому что там вообще не было никаких ограничений, у каждого было свое телевидение, он говорил все, что он хочет. Реально, свобода слова была безмерная. При российско-кадыровском правлении разрушение домов бедных людей, преследование родственников муджаидов, полный террор и запугивание населения, облажение населения Чечни рэкетом, фонд Кадырова, похищение молодежи по религиозному признаку, навязывание суфизма, запрет на воспоминания про депортацию чеченцев в 1944 году. И это еще не весь перечень всех прекрас, в котором живет сегодняшнее население Чечни. Ну да, когда в Ичкерии было очень плохо, тогда скажите мне, почему сегодня при процветающей Чечне бегут целыми селами, а при Ичкерии все жили дома? Вот он абсолютно задает правильный вопрос. При Ичкерии, если все было так плохо, пенсии не платили, доходов не было, людей, как вы говорите, похищали, убивали, ну просто кошмар происходил. Почему не было миграции? Почему не было? Почему чеченцы никуда не бежали? Потому что не было всего того, о чем вы говорите. Да, у нас были проблемы, но таких, которые и сегодня присутствуют, их не было. Народ не был запуган, народ не терроризировался, не уничтожался. Были проблемы, с которыми мы боролись, и мы бы с ними справились бы, если бы нас оставили в покое. Или оставили бы в покое, в идеале, конечно, было бы хорошо, если бы помогли, но если не помогаете, хотя бы оставили бы в покое. Конечно, тогда были свои проблемы, преступность, безусловно, была, но преступность существует во всех государствах, но такого массового бегса населения из Чечни при Ичкерии не было, он абсолютно прав. СССР напал на Афганистан. Все знают, что товарищ Дудаев дослужился до генерала. Джохар, как известно, был летчиком стратегической авиации советского режима, и он не мог не участвовать в этом преступлении. Но ты готов ему простить любые преступления. Почему? Алейкум, асанам. Все, что ты написал, действительно, мы это знаем. Что, в чем он участвовал или не участвовал, я не знаю, этих знаний у меня нет. Но готов ли я ему это простить? Да, конечно, готов. Я ему это прощу. И сам афганский народ, и Афганистан ему это простил, признав Ичкерию. Поэтому здесь какие могут быть у меня к нему вопросы, если у афганцев нет к нему вопросов. Если здесь есть преступление, это преступление против афганцев. И это афганцы должны предъявлять какие-то обвинения, а не ты и не я. Поэтому я, конечно, прощу. Уже давно простил. Томсо, на канале «Россия» был сюжет, что Джохар Дудаев передавал заблаговременно данные о налете афганцам. Там афганец интервью подтверждал это. Можно в Ютубе посмотреть. Я, по-моему, видел это, о чем ты говоришь. Я видел эту передачу. Томсо, я поставил дизлайк. Вы, конечно, отважный и неглупый молодой человек. Все, что вы делаете, не имеет смысла. Политика – это игра дьявола. Вам Бог дал возможность начать новую жизнь. Забудьте все плохое, что было в вашей жизни. Всю несправедливость, с которой вам пришлось столкнуться. Вы не можете менять мир и людей, но вы можете изменить себя. Разве, ковыряясь в дерьме, вы останетесь чистыми? Я бегло прошлась по комментариям. Вас все подстегивают и подбадривают. Это зрители, которым нужно шоу. Ничего нет вечного. Когда-то все закончится. Если у нашего народа есть проблемы, вина лежит на нас. Мы сами виноваты во всех наших бедах. Зарема Сардалова написала мне такое. Я бы… Я, наверное, это так отвечу. То, что я делаю, является ли это бессмысленным? Если это бессмысленно, если это бессмысленно, то объясните мне, почему на ту же работу, которую сейчас делаю я, на эту же работу российское государство тратит миллиарды. Миллиарды из государственного бюджета тратятся на вот эту работу. Почему Кадыров тратит миллионы, содержит этот ЧГТРК, и вот эту свою пресс-службу, и все вот это. Для чего это, если это не имеет смысла? Если это ни на что не влияет? Если это в принципе не нужно, зачем на это тратятся огромные средства? Я-то особо ничего не трачу. Ну, есть там какие-то расходы, но я могу их себе позволить. Это не что-то такое страшное. Но они тратят огромные деньги. Почему вы не задумываетесь над этим? Если это все бессмысленно, если это ни на что не влияет? Почему во все времена на это уделяется столько внимания и столько ресурсов? Делалось бы это, если бы в этом не было бы смысла? Это просто так для размышления. Чаполин Чаполинович писал мне. «Посмотри, пожалуйста, и увидишь, что порядочные русские с головой массово выходили на митинги. Тот же Немцов и другие родственники солдат были категорически против войны в Чечне. И ты должен это понимать. Армия, ты же видишь, подчиняется президенту, а не населению. Это я к тому, что ты однобоко подходишь к вопросу, и были ли чеченцы, которые отказались под русским крылышком войти в Грузию? Это там вообще было большое у него сообщение. Я просто оттуда вытащил вот этот момент. Вообще основной посыл этого Чаполина Чаполиновича, я такие посылы встречаю часто у себя в комментариях, когда русские люди мне пишут, что ты обвиняешь русских. И я хочу, во-первых, вам сказать, найдите хотя бы один мой ролик и хотя бы одни слова, где я обвинял русских или какой-либо другой народ. Вот так вот именно избрано, что вот этот народ, когда я говорил, что народ виноват, какой-то этнос, что я говорил что-то плохое про народ. Найдите это и опозорьте меня, покажите мне такое. Вы не найдете этого никогда. Вы должны понимать, что так как вы мне объясняете, что народ и государство это не одно и то же, но это не вы мне должны объяснять. Если бы вы послушали бы внимательно то, что я говорю, вы поняли бы, что это я вам объясняю, что это я об этом вам говорю, что это моя оппозиция, что мы не проводим знак равенства между народом и государством. У нас нет никаких претензий к конкретному этносу. У нас есть претензии к государству. Это я говорю, не вы. И мне на самом деле смешно бывают такие вещи читать, но это ваша невнимательность. Вы смотрите изначально уже, имея какое-то мнение обо мне, и вам кажется, что вот я именно это говорю, и вы не смотрите даже на мои слова. Вы сами делаете какие-то заявления, и потом сами же их опровергаете. Но это не я вам это сказал. Я еще раз призываю любого, кто обвиняет меня в том, что я что-то говорил или говорю про какой-либо народ, в том числе русский, отдельно, что я говорю про какой-то народ. Покажите мне это. Пришлите мне вырезанный этот момент на электронную почту. Позорьте меня. Субтитры создавал DimaTorzok